ряда ряда сегодня я проведу мастер-класс по выкройкам я покажу как я умею делать выкройки для горни тай и также очень похожи выкройки для горни тай штанишек и для кришны и тхоти поэтому я покажу так же как я делаю выкройки для кришны тхоти и штанишки для того чтобы сделать выкройку нам понадобится мягкая ткань нужно полотенце и белый лист бумаги тонкий пока я буду для того чтобы вам показывать демонстрации мурти горни тай они не являются божествами просто мурти поклонялся буду делать это как-то немножечко безбоязненно если же вы соберетесь делать со своих божеств выкройки то нужно либо делать это очень аккуратно предварительно попросив их таким вот образом проследовать туда куда вам нужно либо нужно подготовить фотографию заранее и попросить их выйти из мурти на какое-то время для того чтобы сделали выкройки и спокойно уже с мурти работать по крайней мере мне было бы психологически легче я всегда так делась рада и решим асандра вот значит мы кладем мурти и обводим не карандашом лучше всего делать это иголочкой большой такой достаточно длинный и мы ведем это иголочкой ровно сверху вниз мягким телом нам нужно то чтобы он протыкали и если вы будете делать это за столом который у вас в зале он полированный на всякий пожарный лучше подложить его дощечку чтобы стол не поцарапать вот таким образом мы все мурты вместе с пальчиками и вместе с головой лотосом делаем таким образом после этого мы вот это вот вместе с лотосом мы обводим это все карандашом ручкой фломастером почему иголочка потому что вот между ушек и головой очень маленькие расстояния здесь в области шеи ну и иголочка она без искажения идет не такие искажения как если бы вы карандашом вели и иголочка нужно тыкать и на сверху вниз стараться чтобы это было ровно потом на эту выкройку мы в дальнейшем можем записать все параметры господа охватали вот здесь написать вот эту вот величину можем прямо здесь указывать то есть так у стрелочки ставим и проводим вот такую линию и записываем каково это расстояние это нам поможет в дальнейшем делать у меня уже есть такая штучка то есть теперь мы будем работать вот с таким шаблончиком сейчас мы будем моделировать кроить курты дело в том что преданные привозят обычные божества в индии и покупают один или два комплекта им одежды потом начинают шить и на основе этих комплектов они начинают точно такие же жить курты дело в том что когда эти комплекты шьются в индии они шьются на максимально широкий диапазон они не подходят настолько точно вашим божествам бывает так что если положить то есть они совпадают ручки шире или уже и ширина вот это вот она тоже расширена для того чтобы можно было как бы попасть в большее количество боже чтобы было более продаваемый материал поэтому более правильно я считаю нужно приехать и сделать выкройку уже по своим божествам непосредственно ручки по-разному стоят вот теперь мы обводим для того чтобы нам сделать выкройку кутом обводим ручки и до талии можно вместе немного попой ну так вот обводим здесь показываем где они у нас заканчиваются и показываем среднюю длину курты которую вы бы хотели и самую длинную у меня обычно так вот три выкройки от серединки можно делать разрезы на более длинной курте а теперь курты бывают разных видов если посмотреть на курту которые на праву находятся то можно заметить что у них нет застежки посередине как то мы делаем на божествах и если вы захотите сделать когда ему такую курту она выглядит примерно она выглядит примерно вот так так вот она выглядит у нее нет здесь разрезы посередине то для этого вам не ну то есть вы прикладываете вот этот шаблончик и перед будет выглядеть именно так то есть мы сейчас сделаем еще припуски теперь мы берем ленточку берем господа вот если посмотреть вот на этом урте то можно заметить что вот построить вот эти пальчики не поставлены более близко чем вот эти вот вот у этого господа читания у него вот это одна ручка она шире чем у митянанда и у него вместе взятки на самая широкая я буду мерить ширину рукава именно по этой ручке чтобы они все были одинаковыми в то же самое время не было проблем я люблю крутые в обтяжку поэтому я замеряю вот так вот зацепляю пальчиками очень крепко держу и пробую вдеть и снять можно сделать чуть чуть шире тогда чуть чуть пошире но так как бы что очень маленькие я стараюсь делать ему прям этой . все сделали за щепили теперь мы еще делаем контрольной пример очку мы возьмем и зацепим этой иголочкой на там где мы посчитали что вот мы что пальцы они все-таки широкие тоже с маленькими же сами так всегда чтоб не ошибиться уже вот мы одеваем смотрим все проходит и теперь вот с этой иголочкой мы прикладываем к нашей выкройке вот у нас верхней идет мы прикладываем немножечко со смещением то есть мы на вот эту вот ширину мы здесь меньше откладываем здесь чуть чуть больше то есть мы на то есть наружу мы делаем больше припуск чем вовнутрь и потихонечку спускаем это вниз вот примерно такая курта здесь это же с одной стороны рукава так за рукой так ну можно в принципе это отцентровать не страшно ну примерно так выглядит теперь мы делаем то же самое стали мы захватываем объем прикладываемся захватываем здесь и складываем ее пополам потому что это же обхват нам нужен полу обхват складываем пополам и прикладываем точки где мы отмели что на будет талия извините тяжело снимать кто не умеешь и откладываем вот эту вот ширину то есть у нас она шире и мы проводим вот такая вот курта у нас получилось это именно так вот так которая подойдет нашему господу это если вы будете делать вот такую порту у которой посередине нет застежки то нужно перед выкраивать вот по вот этому рекалу а сзади мы будет выглядеть так и вот здесь вот мы делаем вырез для горлышко он может быть минимально вот такой вот максимально мы можем его выводить хоть так горнита и можно грудь показывать также это может быть разрезано полностью если это другая курта как допустим вот на курте видно то здесь они не соединены спереди они вот полностью не соединены только прикрываю чуть-чуть а сзади у них липучка тогда когда я им шила я еще не знала про клёпочки не были липучки на липучке сделано из гиперчика трикотажного можно шить такие курты очень красиво мне нравится это если в том случае сегодня одеваете чады которые как бабочки такие большие широкие они закрывают все поэтому там в принципе можно куда меня совпариться значит мы вырезаем вот эту заготовочку и я покажу как делать курту которая застегивается вся теперь значит мы вырезали это у нас перед вот так и напишем на нем лицо лицо читания и зачитание теперь мы переворачиваем и в принципе чаще всего бывает так что совпадает что это будет не тянанда но это лучше проверить обоих потому что бывает что и не совпадает здесь можно будет написать лицо не тянанда в принципе так можно делать я так делаю с крышным балорамом даже иногда так получается теперь мы обводим половинку вот этой выкройки это мы делаем сейчас заднюю сторону мы обвели половинку выкройки ровно посередине и теперь нам нужно чтобы это было внахлёст мы вот такую планочку еще дорисовываем чтобы это было внахлёст чтобы мы могли здесь сделать кнопочки лучше всего делать кнопочки вот так как у нас рукава широкие если есть любительницы узких рукавов чтобы вот вы видели да недавно выкладывали фотографии когда курта она полностью обтягивает господа прямо видно что она не по ширине ручек а еще уже тогда мы вот эти вот припуски как я показывала да вот мы на ручку одевали мы делаем это только на ручку и ну там буквально совсем миллиметра два-три добавляется вот может быть вот так это будет да выглядеть видно да то есть совсем чуть-чуть мы делаем тогда такие рукавчики и сзади по всему рукаву мы делаем вот такой разрез и когда мы уже будем этот рукав шить я покажу как это можно сделать подкладкой и без подкладки тоже это можно сделать вот тогда у нас будет закрываться вот здесь вот там в двух местах рукавчик будет пристегиваться это будет очень сильно в обтяжку это будет очень красиво особенно если чадора делать примерно вот так вот знаете господа то есть крепить их то весь перед будет виден и обычно божество они очень фигуристые это очень красиво или вот такой еще вид чадора бывает то что вы одеваете на одну сторону он висит у вас а с другой стороны он выглядывает у то есть наоборот здесь наоборот здесь вот так вот спереди мелкая выглядывает читай у меня здесь уши разные одно ухо очень близко так вот так должно быть да то есть и вот такие вот чадры тогда вот все вот этот видно и это очень красиво выходит курты со временем надеюсь вы все попробуете те кто только начал шить но поначалу лучше шить просто обычные распахивающиеся курты на просто покажу сразу все какие я делаю вот значит мы делаем один рукав так второй же рукав возможно сделать то есть вторая половинка возможно может быть другой даже когда руки широко поставлены то есть мы также обводим но так как у нас ручка не пролазит то есть ладошка у нас все равно не проходит они же в обтяжку вот нам не обязательно до сюда вы теперь разрезать мы разрезаем до широкой части рукав и застегиваем его в одном месте то есть так выглядит курта которая полностью в обтяжку если же мы говорим об обычной курте то мы просто сворачиваем ее пополам и видите у меня она разная это опять-таки курта немножечко в обтяжку если то есть вы не будете так мучиться вы просто ее усредните то есть делайте их одинаковые пусть вот будет небольшие складочки если же вам хочется даже распашон очка делать немножко обтяжку вот у моего сочетания вы здесь видите у него бедро больше торчит так иногда бывает если этого нету то они будут одинаковые если хочется это бедро немножко все-таки показывать куртой если это будет курта длинная то они разные я покажу сейчас как делать просто обычно почему я просто усредним мы подгоним где выпирает по одной и нет по другой опять обводим ее так средненько средненько обводим делаем сразу на все когда нужно будет мы просто обрежем короче это вот до сюда будет курта ну до сюда где-то будет курта кто заправляется это чуть на выпуск а это очень длинная красиво круто то есть вот мы обвели это у нас усредненная и мы добавляем просто припуски на то чтобы застегнуть в принципе вот из таких вот четырех половинок состоит курта обычная такая распашон очка как вот это только застегивающиеся снова здесь застегивать также ворот мы делать можем так можем так делать можем выводить вот так можем еще здесь у меня так загнуто можем идти ровно то есть таким образом так делается куртой и в любом случае когда мы вот это сделали должны перенести это на материал как я переношу то есть выкройку мы должны сначала потренироваться на ней не нужно сразу шить лучше потратить мне иногда уходит и день и два для того чтобы сделать выкройку впервые какую-то опробовать ее теперь мы возьмем материальчик я беру самый обычный хабашечка она такая пол прозрачная раньше 18 рублей стоило сейчас что около 35 что ли вот я покупаю такой материальчик для того чтобы подъемнички делать радхи там очень удобно делать юбочки когда есть подъемник даже если вы шьете без подкладки то есть мы приложим нашу выкройку вот эту да которая сейчас нарисовала и я возьму не уже есть можем выкройку и берем фломастеры я работаю фломастерами то есть это фломастеры на водной основе если вы зайдете в конц товары и попросите фломастеры на водной основе они лучше отстирываются их легче разбавить это все не у вас кончатся вы просто откройте в этот попырочку и накопите капельку 2 воды потом надо будет на бумаге и и немножечко излишки убрать и все и опять вас фломастер будет работать почему я работаю фломастерами потому что допустим вот на такой материале я могу обвести карандашом тут в принципе это можно пробуйте иногда можно ввести но чаще всего предные шьет из ващнавы шьют из ткани синтетической или даже если это шелк натуральный то по нему вот так вы уже не проведете если проведете то у вас будут искажения вот чтобы этих искажений не было мы берем фломастер и мы ведем не там где у нас край выкройки а на миллиметр где-то отступаем чтобы все вот эти точечки не у нас остались на изнанке и обводим таким образом выкройку и мой вам совет я раньше когда начинала шить и я как вот как мы для себя делаем обвел одну выкройку вторую прикладываешь вырезаешь две вместе с божествами это не очень работает особенностью будет делать вышивку или еще что-то нужно каждую выкройку переводить и быть очень внимательным и для того чтобы не путаться обязательно нужно писать лицо допустим да особенно если они отличаются вот и как бы смотреть вот вы так лицо нарисовали лицевую потом нужно повернуть и нарисовать второе лицо потом на изнанке с другой стороны то есть точно так же нужно с этим смотреть потому что бывает материала не так много вот с этими куртами у меня такая история была я шила сразу своим у меня было на тот момент две пары горнитай вот эти маленькие ну как бы я им тоже шила мы их не устанавливали и примерно вот такие вот горни вот такие вот горнитай вот такие стандартные обычные которые чаще всего бывают вот и еще храмовским божествам шила они у нас в два раза больше чем сейчас я показываю то есть очень такие большие достаточно 35 или 40 сантиметров а вот у меня есть те которые были маленькие такие вот были божества но это самое то обычное 15 и вот видите там вот хоть и торчит это вот большие божества были почему никакие лотосы огромные по сравнению вот этим вот это 15 сантиметров они и там какая громадина и когда я шила им у меня вот этого материала было очень мало я перепутала мне пришлось изнанку делать наизнанку вот поэтому нужно за этим тоже смотреть также скажу сейчас для тех кто только недавно новичок шить и нужно знать есть стандарты чистоты то есть если вы за каким-то столом кушаете на этом же столе если вы соберете сшить то вам нужно будет постелить какую-то ткань чистую вот и потому как бы это стандарты такие чистоты и когда вы что-то шьете или готовите для божества если вы руками задели почесали волосы там или задели поправили что-то ну одежду нужно пойти вымыть руки и когда мы вырежем вот эти вот выкройки которые мы сделали оставим немножечко на подвороты да и прошьем это все на лицо понимаете то есть эти швы не должны быть на лицо это мы сделаем для того чтобы примерить и убедиться что наша выкройка верна что можно ошибиться можно с перепугу припуски на швы сделать больше чем надо то есть нужно ее отредактировать и вот мы ее тестируем теперь и когда вы одеваете на таких маленьких божества есть такая хитрость бывает особенно когда вручную шьешь большой пальчик он ведь еще делает он норовит постоянно влезти в шов чтобы этого избежать мы поворачиваем к рту и ведем эти пальчики вдоль как бы середины рукава вот и когда одеваем уже на пальчик бывает так что немножечко в обтяжку и сильно сделали ну вот такими движениями немножко прокручивая это мы ставим ее на место смотрим удовлетворяет ли нас так вот она мы понимаем что-то эти все лохнуть они будут внутри мы смотрим то есть нормально нет все меня это круто вполне удовлетворяет можно было бы вот здесь немножечко допустим положено в принципе нормально вот и когда мы это уже убедились все мы можем на выкройке если же допустим что-то не так мы все переносим на выкройку и делаем опять это делается однажды один раз и потом вы работаете уже с этой выкройкой спокойно с куртами допустим разобрались также теперь у нас есть вот это наша выкройка которую мы проверили с вами мы выбираем все остальные выкройки которые то есть были неудачные и вот с этой выкройку же мы ее приводим от всяких исправлений то есть мы и приводим чтобы у нас не было этих полос что нас не отвлекали на чистую бумажечку я перевожу очень часто на обои виниловые очень удобно они более живучие и с ними работать хорошо ну примерно но вот такие ведь с одной стороны у меня будет другой стороны я все на них пишу они крепенькие вот и можно делать так допустим вы сделали какие-то одежды и вы внесли туда коррективы в выкройку и вы сделали их из одних там допустим клочка обоих или можно какую-то цветную бумагу купить для этих целей для детей для творчества есть и тогда у вас каждый вид одежды он будет разными как бы будет отличаться выкройки вам будет легче потом в них ориентироваться со временем у меня набирается по 6-7 выкройок сейчас я покажу что можно делать еще с нашей это основа вот это то что куртами сейчас примели наша основа кому нравится основа с широкими рукавами чтобы там не заморачиваться на застежку мы делаем так также еще есть хитрость когда вы шьете вот такую курту да и вам хочется чтобы в районе запястья у вас на все-таки была более в обтяжку но бывает там допустим руки растопырены совсем пальцы да но хочется чтобы здесь было немножечко в обтяжку можно сделать так на переднем плане вы оставляете выкройку так как есть сзади ручки вот на всю эту планочку вы пришиваете ниткой резинкой но не твой нет резинка которая обернута нитка еще да бывают такие нитки резинки они продаются для бисера они прям вот как резиночка такая очень тоненькая ну то есть без всяких ниток она просто пластиковая такая резинка и можно сзади это просто прошить наметать и очень хорошо закрепить и она у вас будет сжимать либо сделать небольшие надрезики сзади да вот такие надрезики сделать и каждой вот этой вот стороне пришить кнопочки и когда вы будете эту кнопочку закрывать сзади вот допустим идет нас курта одета и вот сзади по воде сделаем надрезик такой и обрабатываем в этом комнате семечка или еще одно и покажу как можно обрабатывать и когда мы ее сжимаем вот так вот да все она нажимается застегиваясь у нас ручка вы здесь автоматически обтягивается то тоже придает на такую красоту очень получить как будто в обтяжку вы не паритесь вот с этими застежками с разрезами а просто знаете здесь такую немножечко по тяжечку дальше покажу как мы можем еще работать с этой выкройкой недавно выложили мастер-класс очень хорошие на сайте шьем божеством за пожертвования там показано как сделать такие красивые курты у них здесь на сборе на и для того чтобы это сделать мы просто берем ну и смотрим насколько мы хотим на собрать допустим вот так да вот такую ширину хотим сделать рукава чтобы ее собрать он просто дорисовываем вот мы выкройку приложили обвели рисовали и взяли ее просто и поджали вот так вот к рукаву когда вы сделаете эту выкройку вот здесь соберете и пришлете к этому манжете да вот такой же величины как нам нужно чтобы на руку одеть вот это все присборится это будет вот такой как раз рукавчик как там то есть не нужно их копировать выкройку потому что там непонятно как поставлено руки у тебя вы просто обводите свое и добавляете вот этот вот эту ширину вас так получается ну если захочется здесь что было присборено допустим типа рубахи сделать русской такой народный можно здесь добавить до сделать широкую выкройку и вставить поясок и когда вы соберете у вас здесь будет присборочка то есть там уже фантазии играет но вот это вот основа выкройки она делается один раз и вы потом с ней можете работать так с куртами мы решили покажу как выглядят выкройки штанешек для конкретно вот этого господа читания значит это учит они одна нога это у него же другая у каждой ноги по-разному выглядит вы можете примерно взять вот это вот все дальше седло и не знаю как правильно назвать в общем примерно рисуем что-то вот такое да вот почему это у меня так отставлена потому что на самом деле здесь была вы . если бы я сейчас разрезала то она была бы примерно вот так примерно этого выглядела вот так изначально мы рисуем именно так ну что у них ножка у него вот это она согнута и это под нее так сильно оттопырена смотрим примерно вот так вот это мы берем и замеряем на это седло мы замеряем вот таким вот образом мы заводим между ножиком ленточку и отмеряем до животика до куда нам нужно поворачиваем сзади здесь замеряем ну и примерно вы же видите какое у вас здесь расстояние до от одного конца другого и теперь мы берем вот эту ленточку и примерно так же складываем ну вот примерно мы рисуем что-то такое то есть верхняя часть будет чуть выше нижняя будет чуть ниже вот мы ее нарисовали то есть это будет здесь а это будет повыше вот так мы нарисовали и теперь мы берем и замеряем обхват обхвата по туловище и делим ее пополам и прикладываем это к переду который ниже это у нас будет обхват но на самом деле ширину мы возьмем обхват бедер вот где сама широко берем вот этот хват бедер и складываем это пополам и прикладываем к середине потому что в принципе они будут и прикладываем это примерно вот на середине вот этой изгиба этого так прикладываем и отмеряем и вот такой вот просто квадратик теперь мы замеряем длину берем вот вверх вы туда не засмотрим на прямой ноге он примерно вот так потом можно будет отрезать и сзади мы отмеряем такую длину вот до сюда вам такие штанишки нас принципе должны получиться варить сейчас приложу выкройку все это перед и назад вот видите то есть она будет претерпевать изменения но это уже будет происходить на самом господи мы сначала берем чуть больше нам с этим работать вырезаем вот мы вырезали такой вот то есть это у нас сзади это спереди теперь мы вырежем две таких из материала обведем как я вам говорила и вырежем из этого же материала не берите что-то жесткое берите вот этот мягкий материальчик можно любую хбшечку такую тоненькую и то есть мы делаем 2 выкройки и вырезаем их я вырезала видите я оставила вот это вот место не вырезанным так намного легче его сметать после сметывания мы обрежем лишнее и также я делаю с подкладкой если это синтетика мы ее конечно же обрабатываем потом сшиваем а если это хбшка то он намного лучше это сначала сшить чтобы она не облахматизм да это да 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 да